И прямо сейчас разберем, соответственно, ICO данного проекта, ну и поговорю, в принципе, про некоторые особенности токен сейла. Но скажу также, что Omniti это, соответственно, проект, который позволяет знаниям выйти на новый уровень, то есть это обмен знаниями через интернет, и вы можете использовать токен для того, чтобы все это было, так сказать, более грамотно. Также скоро стантует приватный токен сейл, вот на при SCO, в общем-то, они 9 миллионов планируют прилечь, и на хардкап у них рассчитано 50 миллионов долларов. Также еще описание здесь почему Omniti идет, ну, в общем-то, разные есть плюсы у данного проекта. Прежде всего, то, что знание действительно необходимо нашему миру, и знание это основа всего, поэтому, конечно же, очень важно развиваться, очень важно становиться лучше, чем вы были раньше. Проект Omniti вам в этом готов помочь. Также используется технология блокчейн, и чем хороша технология блокчейна, это, конечно же, децентрализация, это, в общем-то, глобальным обменом знаниями, это честностью, простотой и ясностью. Также Omniti действительно делает важный шаг в плане развития и в плане взаимодействия между людьми, и действительно помогает вам становиться лучше, чем вы были раньше. Также, что еще хочу с вами отметить, что, в общем-то, у токенов, конечно же, есть разные особенности, то есть, в общем-то, если вы раньше, ранее, да, вернее, включаетесь в такую вот быструю покупку, тогда вы становитесь участником данного проекта, помогаете им развиваться, также токены могут быть утилизированы, соответственно, также токены можно использовать для того, чтобы, в общем-то, делать взаимодействие с документами. Кроме всего прочего, важно еще понимать, что данный проект, в общем-то, помогает вам взаимодействовать и общаться между собой, применять информацию. Допустим, посмотрим, что для различных медицинских устройств он может применяться, ну, то есть, это как одно из применений, а также для того, чтобы использоваться в институте, его тоже можно применять, также для 50, в общем-то, личных энергетических компаний, также, например, для глобальных хромоцептических компаний, тоже как вариант, ну, и еще бы отметил, что для того, чтобы заниматься патентированием, скажем так, да, то есть, чтобы делать патенты. Вот, ну, и, собственно говоря, мы видим, что есть новости по данному проекту, тоже можно с ними ознакомиться, то есть, новостей достаточно много, то есть, в общем-то, различные издания говорят про данный проект. Ну, и команда. Команда данного проекта тоже достаточно обширная, то есть, в общем-то, в команде, пусть и нет, там, 100 человек, но, опять же-таки, важно не только количество, да, но и качество, то есть, в команде вот 6 человек, если мы видим, да, то есть, в общем-то, основатель, да, это директор по развитию, развитию, также, собственно говоря, блокчейн-разработчик, также бэкэнд-разработчик, также человек, который занимается документами, и все эти люди, безусловно, помогают развитию проекта. Ну, и, кстати, вот есть, допустим, видеоинтервью, вот, которое тоже можно посмотреть, видеоинтервью с CEO, также summary, да, то есть, краткий такой вот обзор проекта, ну, также, допустим, мы видим описание блокчейна, например, из таких вот тоже важных моментов.